Слово предоставляется Ивановне Николаевне Екишевой, маме Юрия Анатольевича Екишева, который произвольно захвачен так называемой правоохранительной системой, заключен под стражу по нелепым обвинениям, с нелепой экспертизой, которую я лично читал и возраст на нее писал. Я думаю, на суде все это безобразие скроется, и мы подробно осветим, кто к этому причастен по фамилии на всех назовем. Он говорит, как будто какой-то человек неизвестный, у нас конверт прохитивные органы, они открыли этот конверт, там имеется единственное, там два, две статьи Юра и две статьи Калашникова. Они передали эти статьи вместе провести экспертизу. Но экспертиза проведена очень странно. Могут сказать, это эксперты наши, которые провели эти экспертизу. Было выдано такое решение, что в статье Юры есть разжигание розни, а статья Калашникова нет. Однако в статье Юры помещены какие-то гадкие слова и гадкий рисунок, которые вообще никогда не видели Юра, не мог сделать. Не мог. Он писатель. Он владеет русским языком. Очень хорошо. Выражает свои мысли очень хорошо. Никогда не было у него таких гадких вставлений или гадких нападок на кого-то. И вот таким образом его захотели рано утром, пришли в квартиру, где он выраживает, заставили их стоить, быстро собраться и увезли его в сезон номер три. Сейчас такой сезон номер три. Но давление на него продолжается. Положается тем, что в Дороголевской суде, в суде Аталанина, видя, что перед ней сидит адвокат, напрямую невидителю и говорит, что на суде не было адвоката по неуважительной причине. Это в Клямбуре свое решение пишет. И пишет еще, что Егиша Юрий Анатольевич отказался от участия в суде. Такого быть не может. Быть не может такого. И вот такое, значит, судебное решение вынесено такой судьбой. И вот сейчас идет разбирательство, адвокаты разыграются. И что у нас происходит? Давление, то есть, с другой стороны Юру. Поэтому прошу нас всех поддержать его. Поддержать всех остальных заключенных. Всех. Чтобы освободили их и в огромном счастье в жизни, в политической жизни. И в нашей стране. Свободу всей политической заключенной. Свободу героя России. К почту, именно к почту Владимиру Васильевичу. И свободу моему силу Египетовичу Юрию Анатольевичу. Юрий Анатольевичу. Юрий Анатольевич, я передаю мне не вписывание. На медаль. По слову уточню, что меняется в вину Юрию Анатольевичу. Четыре статьи. Две статьи 2010 года, то есть и летней давности. Где при организации партии, которая не состоялась, называлась Родина, здравый смысл. Были такие призывы вступать в нашу организацию. Ситуация очень тяжелая. В любой момент может произойти государственный переворот. Может рухнуть государство. Нам нужно собраться силами. Нам нужно гражданам объединиться. Получить опору, поддержку среди народа. Вот в таком духе были написаны две статьи совместно с Максимом Калашниковым, известным публицистом. И две статьи 2014 года, которые тоже примерно об этом же, об этом же. Тоже тревожные статьи. Мы все эту тревожность ощущаем. Что государства как такового нет. В судах правды нет не только по политическим статьям. Но если вы защищаете свою собственность или честь и достоинство, вы правду в суде не найдете. Но кто в судах бывал, это прекрасно знает. Такое впечатление складывается иногда, что судья всегда на стороне преступника. Как ты не приходишь, любой вопрос, даже сами пустяковый, прокуратура, следственные органы, все на стороне преступников. Может они для них социально близкие, как помните такое выражение было. Вот и здесь тоже взяли там в тайне, сделали экспертизу, которую целый год разбирал эти четыре статьи. И к ним еще подсунули картиночку. Картинка на самом деле начала 20 века. Там нарисован казах, который такую крысу держит за хвост и сечет ее под хвостом. И вот написали, что это как раз изображенная крыса, это и есть еврей. Это вывод такой сделал. Этого слова нет ни в одной публикации. На этой картинке нет этого слова. Но грамотный эксперт, он тут же понял, что вот это вот существо, нарисованное там такое-то, все признаки, и значит здесь есть разжигание межнациональной розы. Вот такая глупость позволяет человека схватить и посадить в тюрьму. Ну вы бы хотя бы сначала разобрались, вот эти все следственные органы, все ФСБшники. Ну где совесть-то у людей? Значит нет совести. Раз нет совести у следственных органов, откуда она появится в суде? А суды у нас практически никогда оправдательные приговоры не выносят, только обвинительные. Поэтому если из следственного комитета бумага пришла с экспертизой, ну это же эксперт, он же грамотный. А кто там эти грамотные? В Дмитцево, в Московский Иссоцкий Центр, в Премен Юльсе. Кто там грамотный? Там лингвист, обсуждают вопросы религиологические, политологические, этнополитические, вообще ничего не соображая. Лингвист и психолог, вот две тетки, извините, которых только что со студенческих камней забрали, они начинают судить сложные тексты, которые используют риторику середины 20 века или русского зарубежья, или сложные затрагивают темы, взаимоотношения очень непростых различных религий. И вот эти люди, которые не бельмеша, не смыслен, выдают свои экспертизы, такие же тупые, абсолютно необразованные, вроде бы юристы, следователи или какие-то там ФСБшники, выносят свое решение, что раз эксперт сказал, значит все, вопрос закрыт. И передают это в суд, а в суде тоже, как все, за обвинительные приговоры, прокуроры, следователи, эксперт, все. А то, что там просто нет никакой основы для обвинения, это всем наплевать. Поэтому мы из этого делаем вывод, что для них важен повод, а больше ничего. Вот любой повод, вы чихнули, значит вы уже чихнули на какую-то национальную группу.